Ринь! Лизни! И можно поиграть за них! Насколько мне известно, это какая-то группировка из диздоков там, из того самого сталкера! Ну, не знаю, я с таким... Я такой группировкой никогда не играл, первый раз вообще с ней столкнулся! Может быть, мы за неё поиграем! Итак, где мы будем стартовать? Я не буду включать никакую тайную зону, одна жизнь и всё... Все вот эти режимы, мы просто посмотрим на то, что есть сейчас! Так, ну, нам предлагают вместо спауна... Разумеется, я выбрал бар Сторингем, потому что это как бы ключевая точка, она важнее, чем кордон. Ну, давай кордон, ничего страшного, итак, начать. А я пока зачитаю... Выдержку из описания. Мы покажем, как выглядела зона отчуждения весной 2012 года, за месяц до того, как Стрелок попал в тот злосчастный грузовик. Жители зоны измотаны войной группировок, а крупные кланы вынуждены были покинуть свои старые лагеря, ввиду различных причин. Множество тайн ещё не раскрыто, а множество троп до сих пор не исхожено. Игрок переносится в 2012 год, до событий первой части трилогии. До событий первой части трилогии, обратите внимание. Раскрыты секретные факты перезаселения зоны в период ЧНТЧ. Это небольшая выдержка из описания, там, на самом деле, довольно-таки объёмное описание. Если вам будет интересно, разумеется, вы прочтёте, перейдёте на АПРО, на страницу модификации, и всё это прочтёте. Итак, настройки графики. Вот, среднее статическое освещение, и нормально. Нормально, пойдёт. Ну, для моего ПК это норма, ну, разумеется. На динамическом это бы выглядело бы покрасивее всё. Что стоит отметить сразу? Ну, на самом деле, бросается в глаза миникарта, и... Какая-то она серенькая вся. И вот я вот, например, у себя... Даже, знаете, она сливается... Вернее, значки персонажей фиолетового цвета сливаются как-то со всем этим тёмным фоном на миникарте, и... Ну, не знаю. Не знаю. Ладно, давай поговорим с ключевым персонажем, волком, который у нас тут стоит. О, привет, сталкер, какими судьбами? Что слышно? Прошёл слушок, что в деревне новичков жил один матёрый сталкер. Он с нашим братом мало общался, но точно известно, что где-то он припрятал кучу дорогого хабара. Кто знает? Может, кто из самосёла в курсах? В курсе. Так, а, в курсах, господи. Разознать о матёром сталкере. Понятно. То есть... Вот такой квест. И, знаете, наверное, всё-таки стоит мне зачитывать, что нас ждёт. На самом деле, да, ещё небольшое такое описание о том, что включает в себя. Данная версия 0.4. Так, разознать у самосёлов. Ну, это понятно, это надо будет, наверное, ходить у сталкера, спрашивать, что к чему. Давай, если у тебя работёнка. Если оно дело, новички вряд ли его подтянут. Тыры-пыры. Понятно, мутанты. Но я берусь, разумеется, я их зачищу. Ещё какая-нибудь работа? Больше ничего нет. Ну, бывай. Кстати, торговать с ним нельзя. Бывай. Итак, пока мы идём к Сидоровичу, я кое-что зачитаю. Если очень кратко, то пилотная версия 0.4 включает в себя. Да. Пересмотренное заселение зоны. Расширенные возможности и логические правки симуляции жизни. А лайфу. Игрок переносится... Да что? Почему я так читаю? Игрок переносится в 2012 год со всеми вытекающими. Все измотаны майна-группировок сильнейшим выбросом и вынуждены перебираться в новые места. Тайны выжигателя. Ещё не изучены персонажи, умершие и пропавшие в тече. Целые и невредимые. Возможно выиграть... Возможности поиграть за группировку из диздоков, чёрных слизней. Да. Вот это то, о чем я говорил. Ну, здорово. Здорово. Так, я сделал немножко потише и вру, а то у меня что-то очень громко. И вот, интересненькое изменение, более 50 новых квестов. В том числе и доработанная квестовая цепочка из хабарщика. Вот так вот. Так, Сидор, мне нужно... Так, так, так. А, есть особая работа для особых людей? Как ты сказал, особая для особых? Ну, есть у меня одно несложное задание. Уверен, что за сутки управишься. Нужен мне один довольно-таки распространённый артефакт. Хе. Сердцевазис, называется, берёшься? Нет, подождите-ка. Если он мне будет реально давать только сутки на этот квест, то, разумеется, я не берусь. Пошёл ты в задницу, Сидор. Когда-нибудь возьмусь, когда я, собственно, добуду этот самый сердцевазис. Есть ли работёнка на сегодня? Бандита на АТП. Берусь. Вот туда мы сейчас и пойдём. Так, высокооплачиваемая работа есть ли? Всегда найдётся. На этот раз нужно... Хех. Нейтрализовать местного бандитского пахана. Султаном его кличет. Ну, считай, что он уже покойник. Смотрите, ка сходу нам так иди, завали Султана. Но я так понимаю, что просто так нам это не дастся. Швейный набор, ну... Ну, не знаю, как-то... Ну... Интерфейс... Лично мне не очень нравится. Ну, не то, чтобы не очень нравится. Я, ну, как-то не привык к этому всему. Мне как-то привычнее оригинальный. Да, и даже сейчас немножко в ступор такой вошёл. Какая-то всё... Нет, ладно, ладно. Ты не врубай. Я врубаю Сидоров. Давай, пойдём и... Кстати, ящики почему-то не обыскиваются. Пойдём на АТП. У нас есть ПБ, видимо, он называется даже. ПБ-1С. И я думаю, что 100 патронов к нему нам хватит для того, чтобы зачистить АТП. Или думаете, сначала мутантов? Да нет, давайте... Ну, ладно, ладно. Может быть, нам... Волгу даст какую-нибудь награду хорошую. Так, секундочку. Это что такое? Кстати, транспорт же добавили. Все остальные наработки Хабарщика также включены. Тотальная переработка графической и звуковой составляющей. Погода, освещение и бенфлора. На локациях всё это сделано с душой. Кстати, графика сильно походит на ТЧ. Я сейчас, кто не понимает, зачитываю изменения. Кардинально новый взгляд на оригинальный геймплей. Кок. Множество динамических объектов на локациях. Расширенная лаборатория Х-18. Бета-версия. Ребрендинг группировки Чистое Небо. Бета-версия. Угу. Вот такие вот изменения. Кстати, а как залезть-то? Кабанчик, ну ты движишь, слушай. Ой. Как он медленно стреляет с пистолета. Ой. Ой. Я так понимаю, ты теперь от меня не отстанешь, да? Да нет, вроде отстаёт. Идите сюда, Борьки. Вот так, один готов. Говоришь, что опасные мутанты. Новичкам не надо браться за это дело. Да, это в принципе изи. Так, есть, квест выполнен. Кстати, можно ли... А, можно без ножа как-то это всё дело делать, да? Так, я что-то не понял. Я взял. А, то есть, никакой анимации нет. Ну, это отлично. Ну, знаете, ну, типа анимации вот это. Это, конечно, минус к реализму, но плюс к... Нервам, поим. Потому что бывает, эта анимация начинается, и тут хоп, выбегает кабан. Ладно, давай, возвращаемся и посмотрим. Пока что я могу сказать. Графическая составляющая очень напоминает ТЧ. Вот прям очень напоминает ТЧ. Я не знаю. Ну, не, я не говорю, что это плохо. Просто говорю о том, что вижу. Привет, сталкер. Какими судьбами задание выполнено? 871 рубль. Ну, за пару борек это, конечно, нормально. Ну, пойдёт. Что-то там пошёл, пострелял 5 минут вот те 800 рубасиков. Так ещё и схрон. Ну, благодарю. Ещё есть работёнка? Нет, больше ничего нету. Значит, мы отправляемся с вами к бандосам. Что у нас там? По бандитам? Сколько их тут вообще? Пару контактов уже есть. Давайте подойдём. Знаете, вот прям дух... Я чувствую такой ретро-сталкер какого-то. Я не знаю, почему. Ого-го! Ну, понятно, ещё и Кина ко мне решил подбежать. А, отлично. Отлично. Почему именно я? Остался последний бандит. Первого я еле-еле убил. Ой, сейчас что будет? Если он меня убьёт, это будет жесть. Кстати, у меня нету аптечек. Их и не было вначале. Это слушай! Тебе не кажется, что это перебор? Слушай, я в тебя сколько патронов выпустил? Я, конечно, понимаю, что это ПМ-ка. Господи, сколько ж ты... Какой ж ты живучий, а, поддонок. Давай сюда аптечку, а то я тебя разворочу сейчас всё. Итак, ну, дробовики... Пару дробовиков мы нашли, они, конечно... Кул, как? Бустер сломался пистолет. Я выпустил это всего лишь, может быть, ну, магазина 4. Или, думаете, больше? Ну, жесть. Ладно, мы нашли КПК-бандит. Уже, ну, у первого тоже был КПК-бандитов. Так что у нас уже их два. Дробовичок. Если купят, то отлично. Один можно оставить себе. Вот, по крайней мере, отстреливать сайт тех мутантов, которые мне проходы не давали. Какой из них лучше-то? Ага, вот этот будет получше. Значит, давай разряжаем. И нормально. Ну, хоть дробовичком разжились. Разжились. И, кстати, у первого убитого я нашёл тайник. Конечно же, не на этой локации. И мне, на самом деле, интересно посмотреть, что попадается в тайниках. Поэтому мы... Может быть... Ну, вряд ли в этом видео... Но, может быть, мы на стриме поиграем? Ваттафак! Может быть, мы на стримах поиграем в эту модификацию? И я обязательно схожу и посмотрю тайнички. Если вы, разумеется, за то, чтобы мы поиграли на стримах, то ставьте лайк. Дошли до Сидоровича. Сдадим ему квест. Ну, здорово. С АТП и посмотрим, какую мне награду даст. Конечно, там тоже было немного бандитов, но, тем не менее, я на них пошёл с одним лишь только пистолетом. Задание выполнено. 470 рублей. Ну, благодарю. Ну... А сколько, например, у тебя стоит ружьишка? 710. Не, ну, если в таком случае, то... В принципе, не так уж и плохо. Мой пистолет уберет за 26. Дробовики не покупает бандитский ПДА только по 30 рублей. А можно как-то, знаешь, у меня для тебя кое-что есть. Нашёл КПК, а там может быть полезная информация. Давай, посмотрю. Вот, держи. За один КПК 564 рубля. У меня есть ещё один. Так, секунду. Так, он у меня один отнял или два? Было написано, потерянный предмет КПК, но... Подожди, так, у меня не исчез он никуда. Стой, Сидор, ты мой, что ли, забрал? Ну-ка, верни. Как-то странно. Как-то очень странно это всё дело. Ну, ладно, я не буду его продавать, потому что... Ну, может быть, кому-то, торговцу информацию, действительно, можно отдать КПК за неплохую цену. Топор. Ого, это с тем, что... То, с чем я играл на стримах, да? Рубил мутантов. Только в КОЛ-Чернобыле сборка Астасона. Отлично. Так, ну, копыток, кабана. Ну, всё понятно. Медик. Ничего себе. Ага, водку пьёт. Вот тебе и медик. Привет, док. Есть тема для разговора. Здорово, сталкер. Выкладывай сюда свои болячки. Я не по этому поводу. Поговариваю, что здесь раньше жил какой-то... А, тёртый сталкерёг. Да, это именно про того сталкеру, который тут Хабар припрятал разговор. Можешь не продолжать? Я знаю, о ком ты. Что, Хабар его скресить хочешь? Ну, в других случаях я бы, конечно, ответил да, но здесь меня просто мучает любопытство. Ладно, ладно. Можешь не оправдываться. Жил он в домике, рядом с которым козёл стоит. Какой козёл? Трактор, что ли? Он был очень скрытным. Но по ночам я наблюдал, как он лазил на крыше этого дома. Может, он там оставил чего? Вот уж не знаю. Спасибо тебе, правда помог. Сколько тебе должен? Да брось, обращайся, если что. А, козёл это... Ну, тут либо есть действительно NPC-козёл, я не видел такого, ну, типа животное. Либо вот это дом. Что из этого? Каких же трудов мне далось забраться на эту крышу, вы даже себе не представляете. Я так давно не мучился. Я так понимаю, что именно этот портфель нам нужно... То есть, тайник, какой портфель? Тут что, школьники, тут же сталкеры. Этот схрон надо обыскать. Серьёзно? Точно этот. Найти все тайники сталкера. Ну и задачку подкинул мне этот сталкер. Следует изрядно пропотеть и отыскать все спрятанные им... Вещи. Так, ну это один из тайников был, да, я так понимаю? Тут, разумеется, больше ничего нету. На остальных крышах я уже лазил. И там, ну, ничего не было. Привет, ты кто? Вижен, тебе форма военстала. Сольве... Что? Я Август. Будем знакомы. До недавнего времени я был военным сталкером, но теперь я ушёл в отставку, помогая тут местным. Почему тебя ключат Августом? На большой земле я был историком. Увлекался древним Римом. Ну, понятно, понятно, понятно. Интересный рассказ. Короче, друзья, я не знаю, я не знаю, где ещё тайники. Я как бы все крыши местные обыскал и ничего не нашёл. Может, я плохо искал. Ну, знаете, это был такой фаст-обзор. Даже это не обзор, нет. Обзором это называть стыдно. Смотр, да, просто посмотрел. Первый взгляд. О, точно. Какое, может, что я могу... Какое заключение сделать, да, из того, что я тут наиграл геймплей, на сколько я минутно играл. На 40 минут, разумеется, я вырежу, и видео получится намного меньше. Очень похоже на ТЧ. Очень похоже на ТЧ. Есть много квестов, это очень здорово. Но в целом, в целом, в целом... Ну, надо больше смотреть. Но пока, пока она меня не заворожила, эта модификация. Я бы не сказал, что я прям, о, всё, бросаю колл в Чернобыль от Сосона и буду играть в этот мод. Надо посмотреть глубже, надо вникнуть во всё это происходящее. Ну, первый взгляд на то и первый взгляд. В общем, она мне понравилась. Я не скажу, что это плохая модификация. Очень много фичей, своих наработок сделали разработчики. Много сюда всего адаптировано. Ну, короче, классный мод. Только вот я не пойму, как на тракторе ездить. Я вот, например, не прочь на нём погонять по кордону. Потому что я вроде жму F, он двигается. То есть объект динамический, значит, что он может кататься. Но не, ничего подобного. Как бы вообще ни в какую. Вот смотри, колёса. Он дрифтует. Буксует на месте. Опа! И, кстати, почему-то тут закрыта дверь. Да, казалось бы, там что-то спрятано, но нет. Тут же можно зайти и с другой стороны. Как бы... Ну, непонятно, зачем её закрыли. О, аптечка. Ну, в общем-то, друзья, вот так. Может быть, мы посмотрим эту модификацию на стриме, если будет достаточно большое количество лайков. И, может быть, сегодняшний, кстати, напоминаю. Небольшая рекламка. Стримы у меня проходят каждый день во второй половине дня. В основном это Колов Чернобыль. Приятно проводим время и всё такое. Ну, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать. А лучше подпишись, да, ещё, если ты ещё не подписан. Ладно. Слишком много рекламы на квадратную минуту... ...видео времени. Что, сука? Да. С вами был Мануэль и... Колов Чернобыль, Legend Returns. Это был первый взгляд для тех, кто будет гуглить этот видосик в Ютубе. Гуглить в Ютубе. И наткнётся на это видео. Спасибо за просмотр. Надеюсь, мод вам понравится. Лично мне понравился. Поиграем ещё, посмотрим. Всего вам доброго и до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok